Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. И сегодня гость нашей программы, человек, участие которого в передаче мы уже анонсировали не так давно, это Ирина Анатольевна Гайворонская, известная у нас в Одинцовском районе, и судья, и общественный деятель, заместитель председателя Совета сторонников партии «Единая Россия» по Московской области, президент благотворительного фонда «Счастье жизни». Если вы помните, то в прошлый раз мы с Ириной Анатольевной говорили о тех видах мошенничества, которые, к сожалению, достаточно часто происходят, и жертвами которых зачастую становятся самые незащищенные категории граждан – пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня мы продолжаем эту тему. Сегодня Ирина Анатольевна обещала нам рассказать более подробно о конкретных видах мошенничества, которые произошли с жителями нашего района, с жителями поселений нашего Одинцовского района и Московской области. Итак, Ирина Анатольевна, здравствуйте. И в двух словах хотелось бы, чтобы некое вступление для зрителей прозвучало перед тем, как мы начнем говорить о конкретных вещах. На самом деле, Петр, вы действительно правы, что большая часть преступлений совершается именно в отношении лиц старшего возраста. Это более 80% случаев по статистике. Почему мы именно на лицах старшего возраста с вами вот так вот акцентируем этот вопрос? Но, в принципе, этот вопрос, он касается, конечно, всех. И мы договаривались с вами о том, что сегодня мы будем приводить конкретные случаи того, что случилось в нашем районе. На всех встречах и в прошлый раз тоже вам рассказывала, что мы обязательно должны доверять нашим государственным организациям. Мы в прошлый раз с вами разговаривали про коммунальщиков, да, когда приходят мошенники под видом сотрудников каких-то коммунальных служб. Респектабельных компаний. Да, 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 респектабельных компаний. И я всегда говорила о том, что если вы хотите себе сделать более чистую воду, более чистым воздух и так далее, выбирайте себе компанию сами. Но, в принципе, вы всегда можете доверять государственной организации, той же самой организации Мосводоканал. Почему? Потому что руководитель этой организации несет ответственность за то, что может случиться с людьми. Если, не дай бог, что-то произойдет с водой, да, вы понимаете, что его привлекут к уголовной ответственности. Поэтому в любом случае вода та, которая течет из крана, она всегда безопасна. Вам, может, не нравится ее цвет, вид, запах, но это все-таки субъективные ощущения. У каждого человека они свои. Но в любом случае она безопасна. И вы знаете, меня очень расстраивает то, что у меня такое ощущение, что мошенники буквально ездят на все наши встречи и слушают, о чем я рассказываю людям. И вырабатывают какие-то новые подходы. И вырабатывают, совершенно верно, вырабатывают новые подходы. Что у нас случилось в последнее время? К сожалению, мошенники стали ходить по домам уже не под видом каких-то там инженерных компаний и так далее, а просто под видом государственных структур. То есть они приходят под видом водоканала. Они приходят в красивой форме, они приходят с чемоданчиками и так далее. Все славянской национальности высокие, симпатичные, хорошо воспитанные, вежливые. Что делают? Говорят так, что люди, естественно, открывают, они ведут форму. Это государственная организация. Всегда это располагает. Всегда это располагает. И я об этом говорила сколько раз. Открывают двери, они тут же забегают на кухню, наливают воду в кран. И тут же мимоходом хозяевам говорят, вы знаете, вот у нас там авария на честных сооружениях. Либо авария где-то там в трубах, вот прямо под вашим домом. Но вот мы же несем за эту ответственность. Сейчас мы вам все исправим. Мы вам поставим те же самые фильтры. Те же самые фильтры ставят. Но говорят людям, что поскольку у нас государственная организация, да, у нас там какие-то государственные субсидии частично, вот, то есть это вам будет не очень дорого. Действительно, там тысячи за четыре ставят эти фильтры. Но делают все то же самое. То есть наливают эту воду сначала в бутылочку, прикладывают к ней какой-то там прибор. Этот прибор начинает пищать, показывать красные страшные цифры. Люди пугаются. Боже мой, ну, конечно, авария на честных сооружениях. Сейчас нам государственная организация поможет. Помогают, ставят этот фильтр. Наливают опять-таки воду в бутылочку. Как я рассказывала в прошлый раз, все то же самое. Дают попробовать. Люди верят. Государственная организация, форма, вся атрибутика. Люди, как всегда, люди засыпают. И вы понимаете, в чем дело? Никто не позвонил заранее, не узнал. Никто. Все обращаются по факту. Просыпаются. Квартиры ограблены полностью. Золото, деньги, бытовая техника, электроника. Все вынесено. Все вынесено. Может быть, имеет смысл как раз насторожиться, если слишком чистая форма. И люди действительно не лазили, не спускались перед этим в подвал. Не крутили гайки. Коммуникациями не занимались ремонтом. На самом деле это не угадаешь. Это не угадаешь, но я чему всегда учу людей. Вы обратили внимание, что мошенники, они никогда не бывают... Есть статистика. Мошенники никогда не бывают, допустим, из стран Южной Азии, восточных стран. Они всегда славянской внешности. Внешность всегда выбирают тех людей, внешность их располагает. То есть они все высокие, симпатичные, беленькие, хорошенькие, прекрасненькие. Вот они, тем более они в этой форме, они прекрасно выглядят. Они всегда хорошо воспитаны. Они всегда очень вежливо разговаривают. Я хочу обратиться к нашим уважаемым телезрителям. Дорогие друзья, пожалуйста, мы говорили с вами об этом в прошлый раз. Мы с вами говорим повторно. Наберите телефон вашего участкового уполномоченного. Позвоните в службу социальной защиты. Позвоните в администрацию. Позвоните по любому телефону, который вам знаком. 112. Я думаю, что тоже можно получить информацию. В нашей памятке вот здесь вот эти все телефоны указаны. Позвоните 02-112. С любого телефона вы звоните, и вам сразу этот сигнал примут во внимание. Но в любом случае вы позвоните хотя бы в эту организацию и спросите, вы меняете фильтры, у вас произошла авария или нет. Вот подобный случай, раз мы стали говорить про тех мошенников, которые у нас приходят под видом коммунальщиков, инженерщиков и так далее. У нас был случай в часцах. Мы приезжали в часцы, у нас там был случай следующий. Там меняли не фильтры, там меняли газовые счетчики. Поменяли счетчики аж в 40 квартирах. Причем счетчики меняли все прекрасно, добровольно. Впускали этих людей в дом. Тоже были симпатичные парни, хорошо одеты, в форме. Мы меняли эти счетчики. И никто до 40 квартиры не позвонил в МОЗ «Оболгаз» и не спросил, а вы счетчики-то меняете? Поменяли всем, включая руководство Петельнской птицефабрики. То есть это далеко не пожилые люди. И они находятся в здравом уме, в трезвой памяти. Они полные силы здоровья. Но никто. Вы понимаете, это вот у нас такое вот отношение. Но там-то они попали хотя бы только на счетчики, которые можно было не менять, да? Или там тоже были случаи, когда уносили ценные вещи из квартиры? Нет, там таких случаев, к счастью, не было. Но там смысл был вот в чем. Счетчик и поменяли. Но счетчики меняет специализированная государственная организация. То есть она их берет на обслуживание и так далее. Просто поменяли счетчики, люди потеряли деньги. А деньги, между прочим, немаленькие. Да, счетчики газовые дорогие достаточно. Я не помню, поскольку там с людей брали тысяч по 14, что ли. Ну вот вы представьте, вы вспомните, в прошлом году, когда у нас пенсионерам начисляли вот эти вот 5 тысяч государства, да? Как долго решали. В общем-то, для пенсионеров такая сумма 5 тысяч, это внушительно. А тут люди просто легко отдавали вот эти 14 тысяч. Я тоже этому удивляюсь. Ну как вы можете? И это закончилось все тем, что нашлась в 40-й квартире по счету бдительная дама, которая сказала, а что это такое? Это какие-то... А у меня нет денег. Ну-ка я сейчас позвоню и нажалуюсь. Почему эта государственная организация вот так вот пристает к нам, к бедным гражданам-пенсионерам? Она позвонила, тут же моментально среагировали правоохранительные органы, моментально поймали всю эту бригаду. Это была бригада из дружественной нам, Республики Беларусь. В общем, они прекрасно обходили дома, прекрасно меняли эти счетчики. Вопрос еще в том, Ирина Анатольевна, что газовое оборудование, в том числе и газовый счетчик, это приборы повышенной опасности, и их монтаж требует соответствующих допусков и умений. Ведь если установят счетчик и будет утечка газа, это может к трагедии привести. В прошлом году они ведь и случались, были такие случаи. И случались. Петр, слава Богу, что вот здесь не случилось, что нашлась вот одна такая дама. Я опять-таки на встрече говорила и сейчас, уважаемые друзья, телезрители, вот вы нас слушаете, пожалуйста, наберите телефончик 02, наберите телефончик 112, позвоните вы в эту службу и спросите, меняете ли вы счетчики. Ведь это так просто, это займет одну минуту. Но ведь позвонила эта женщина, поймали этих мошенников, а слава Богу, естественно, могло произойти что угодно. Неправильный монтаж оборудования, счетчики потом не обслуживались. То есть люди потеряли деньги здесь на эти счетчики, и потом пришлось все это переустанавливать и так далее. Еще вопросы безопасности тоже были нарушены. Ирина Анатольевна, хотелось бы вот еще к одному очень важному вопросу перейти. Это к вопросу, конечно, мошенничества по телефону. Это огромный пласт случаев, тоже изощреннейшие действия преступников, мошенников. Ну, я думаю, что тут не то, что по-жилому. Тут и вполне себе зрелый, самостоятельный, разбирающийся в политической обстановке человек может попасться. К сожалению, да. К сожалению, да. И сейчас вот у нас статистика пошла, и говорят у нас правоохранительные органы, что у нас пошло такое осеннее обострение. То есть обострились вот эти случаи именно телефонного мошенничества. Что у нас делают мошенники? Я хочу сказать, что вот эти вот схемы, да, которые у нас одно время, они бывают распространенные, потом мы о них забываем, но мошенники их всегда держат на уме. То есть вот забыли мы немножечко про это телефонное мошенничество, мы расслабились, и опять пошли эти случаи. Случаев очень много и в Москве, и в Московской области. В чем сейчас специфика вот данных конкретных случаев, что происходит вот этой осенью? Значит, в руки мошенникам каким-то образом попала телефонная база стационарных телефонов. Стационарные телефоны, но мы считаем, что это телефоны, которые всегда бывают у самых близких, да, у самых близких. Попала база стационарных телефонов. Домашние телефоны, да, домашние телефоны, причем телефоны пожилых людей. Причем мошенники знают имена отчества этих людей, имена их внуков. То есть они звонят от имени внуков, и в телефоне там бывает такой плачущий голос, там, дедушка, бабушка, вот что-то со мной случилось, вот я попал в аварию, я там разбил чужую дорогую машину, я сбил человека и так далее. Дедушка, бабушка, естественно, сразу в панике. И что хочу сказать, опять-таки, обращаются пожилые люди в правоохранительные органы только тогда, когда они уже просто отдали деньги. То есть никто заранее не позвонил, не позвонил ни своему внуку, ни родителям внука, не позвонил никуда, сразу бегут и относят деньги. Сейчас я расскажу, как все это вообще происходит. Ведь можно же, я перебью, Ирина Анатольевна, ведь можно же позвонить даже в дежурную часть ГИБДД и уточнить, была ли авария с участием такого-то человека, родственника. Конечно, вот я сейчас вам расскажу. Значит, я в прошлый раз уже говорила, что это действуют организованные, хорошо организованные группы. Часть этой группы, иногда большинство этой группы находятся в местах лишения свободы, которые сидят с телефонами, у которых есть эта телефонная база. И которые недосягаемы. Которые недосягаемы совершенно. А здесь у нас на свободе находится координатор. Вот как действовала группа, которая работала вот у нас сейчас в Москве, вот буквально на прошлой неделе. Были координаторы на свободе, были обзвонщики, вот они обзванивают. Они звонят этим пожилым людям, и там действительно в телефоне вот этот плачущий голос. Плачущий голос, плюс идут шумы. Я всегда людям на встречах говорю, если идут шумы, и вы не можете точно установить, что это ваш близкий человек, это уже вас должно насторожить. Любые шумы должны насторожить. Незнакомый телефон должен насторожить. Рыдание в этом телефоне. Потом берет телефонную трубку, якобы какой-то там сотрудник ГИБДД, и говорит, что вот он такой-то, такой-то. И он решал уже такие случаи, и вот это столько-то стоит. И он гарантирует, что он это решит. Схема отработанная. Что можно в этом случае сделать? Как мы говорили с вами в прошлый раз. Во-первых, вздохнуть, выдохнуть. Хотя бы 10-15 минут должно пройти. Вы позвоните хотя бы своему внуку, хотя бы этому ребенку, который звонил. На его номер, который есть в книжке. Вы знаете, на номер его родителей, на любые номера знакомые, друзей, приятелей, кого угодно. Там в институт, любое место, где он может находиться. Как нам с вами говорила на встрече наша руководитель службы участковых уполномоченных, часто так бывает, что люди не могут дозвониться. И я знаю, что действительно люди не могут дозвониться. Ну что-то, что угодно произойдет, со связью и так далее. Но это не значит, что с вашим близким человеком что-то случилось. Все равно время нужно выждать. Не надо торопиться вот в эти там 20 минут куда-то бежать. Потому что тот, кому нужны деньги, он все равно их дождется. И опять-таки, если по телефону зашел разговор про деньги, это однозначно мошенник. Это вы можете быть на 99,99% уверены, что с вашим близким ничего не произошло. Но ничего с ним не произошло. Действительно так и есть. Потому что опять-таки я говорю на встречах людям. Мы все люди из Советского Союза. У нас менталитет советского человека. Если мы видим, что кому-то плохо, мы просто кидаемся и ему помогаем. Мы же в этот момент не думаем о том, сколько мы за это хотим получить денег. Мы просто помогаем человеку добровольно и бескорыстно. Вы подумайте сами о себе. Что вот если бы вы увидели, что где-то с кем-то случилось, разве вы бы стали высчитывать? Вы бы стали, не стали. И я бы не стала. Да, эта услуга стоит столько-то, да? Да, я бы схватила телефон человека, которому плохо, и стала бы звонить, спрашивать его, кому позвонить. Позвонила бы родственникам и сказала, вот здесь-то с вашим близким что-то произошло, приезжайте, что делать? Вызвать скорую, вас дождаться. Как будем решать вот этот вопрос? Поэтому, если по телефону заходит разговор про деньги, это однозначно мошенники. Если этот мошенник представляется сотрудником ГИБДД, спросите его, из какой он там дежурной части. Какое подразделение, да. Какое подразделение, да. И позвоните кого в эту часть. Если такая вообще в принципе существует. Если такая в принципе существует. Но вы всегда можете позвонить по сотовому телефону в справочную, узнать телефон той части, что он сказал, да, хотя бы узнать, есть она или нет, узнать телефон этой части, позвонить и спросить, есть ли вообще такой сотрудник. Столько много вариантов. И потом, если вы не можете узнать своего близкого по телефону, а он представляется вашим близким, задавайте ему наводящие вопросы. Это же ваш родной человек, вы с ним знакомы, он с вами знаком. Но спросите его, пожалуйста, если я твоя бабушка, ну как я выгляжу, твоя бабушка, да. Какого я возраста, какие у меня волосы, глаза. Если мы виделись с утра, в чем ты одет, в чем я одета. Да как ты выглядишь там, Петя, Вася или Сережа. Если появляется раздражение у говорящего, значит, это тоже повод. Это уже все понятно. Значит, пошло не по их сценарию. Конечно, пошло не по их сценарию. Во-первых, раздражение. Во-вторых, обычный телефон отключается сразу. Телефон отключается сразу. Как только мошенник заходит в тупик, да, он тут же... Он тут же отключается. Обрывает разговоры. У них целый список этих телефонов. Они позвонят по какому-то другому. Вот мы были в Голицыно, там была бабулечка такая, прям пожилая-пожилая бабулечка. Вот совсем за 90 лет, плохо слышит. И тоже позвонил вот так вот ребеночек. И она его спрашивает, Леша, это ты? Он говорит, да, мама. А она ему не мама, этому Леши, которого она якобы... Она права бабушка. А она ему бабушка, да. И она все сразу поняла. Хоть она бабулечка, она сразу поняла, какая я тебе мама. Я не мама. Понимаете, в чем дело? Вопросы настолько элементарные. Настолько элементарные меры, чтобы обезопаситься от мошенников. Да, сделать звонок, это займет одну минуту. Но вы уже не попадете вот в такую ситуацию. А в Москве люди этого не делали. Вот сейчас вот прям череда была случаев. Очень приличные, интеллигентные люди, хорошо образованные. Конечно, они боятся за своих близких. Конечно, сумма сумасшедшая, Петр. Да, вот только хотел уточнить, о каких же суммах идет речь. Минимально 100 тысяч. Вообще требовали 300. Люди говорили, ну у нас есть 100. Ну давайте 100. Давайте 100. Все было очень хорошо организовано. Приезжал водитель на такси, на желтеньком такси, приезжал, забирал эти деньги и пропадал в неизвестном направлении. Все эти такси у нас подъезжали к Курскому вокзалу. И, в общем-то, все эти денежки у нас шли на содержание тюрем. То есть они шли на содержание тех самых людей, которых вот за эти же преступления... Которые эти схемы и организуют. Да, и осудили. Понимаете, ну как вот нам не обидно, да? Мы их ловим, мы их наказываем, и мы же их на свои же деньги содержим. Понятно, что мы все переживаем. Понятно, но это переживает любой человек. И вы вздрогнете, хоть вы и мужчина, да? И я вздрогну, хоть я и судья. Это понятно, мы живые люди. Ну, мошенники, они очень хорошие психологи. Но методы борьбы, я вам сказала, с ними элементарные. Вот даже та же самая бабулечка. Да, Леша? Да, мама. Не мама, какая же я тебе мама? Очень простой вопрос. Очень простой вопрос. Спросила бы она Лешу там, Леша, ты в каком свитере с утра там ушел в институт? И тоже бы было понятно. То есть вот нужна пауза 10-15 минут для того, чтобы подумать, могло ли такое быть с вашим близким человеком. Найти этого человека, и если вам позвонят повторно, уже знать, какие вопросы задавать. Либо спросить телефончик, да, ой, я сейчас там поищу деньги, сейчас подумаю, по какому телефончику мне вам перезвонить. И когда вы уже будете перезванивать, ну, задайте один-два вопроса, и все станет понятно. Не надо бежать за деньгами, не надо. Пожалейте вы свои деньги, которые вы зарабатываете тяжелым трудом. Ирина Анатольевна, вот смотрите, какой тонкий психологический расчет. Ведь звонят не родителям, а звонят именно старшим родственникам, потому что известно, что внучат любят даже больше, чем детей. И опять же совет тем же старшим родственникам, дедушкам и бабушкам. Ведь можно позвонить своим детям, то есть родителям якобы пострадавших. И уже здесь прийти к некоему семейному консенсусу, скажем так. Одна голова хорошо, а две-то все-таки лучше. Конечно. Опять же к разговору о паузе. Да, как мы с вами в прошлый раз говорили, чем отличаются наши пожилые люди? Они отличаются каким-то особым самопожертвованием. То есть даже мы на встречах были, и я разговаривала с такими женщинами тоже старшего возраста. Они мне говорят, Ирина Анатольевна, вы понимаете, я ничего не соображала. Я просто знаю, что вот ребенку сейчас плохо. Человек приходит в шоковое состояние? Человек приходит в шоковое состояние, да. Она говорит, вот я ничего не понимала, я понимала, что ребенку плохо. Я даже не вспомнила про дочь, не вспомнила про то, что она есть, что у нее есть телефон. Даже об этом не подумала. Я просто бежала, и у меня в голове вот было 100 тысяч, 100 тысяч, надо найти 100 тысяч. Поэтому когда находятся рядом близкие, те, которые помоложе, дети, внуки, естественно, они эти ситуации разрешают легко. Почему 80% случаев, почему мы с вами акцентируемся именно на пожилых людях, 80% случаев мошенничества именно в отношении них. За счет вот именно возрастных вот таких вот физических особенностей. И за счет таких вот моральных устоев, да, за счет воспитания именно советского. То есть это наш плюс, и, к сожалению, это наше слабое место, которым пользуются непорядочные люди. Ну что ж, огромное спасибо, Ирина Анатольевна. Я надеюсь, что мы с вами в ближайшее время еще раз встретимся, потому что осталось еще несколько видов распространенного мошенничества в отношении пожилых людей, о которых мы с вами не успели упомянуть в рамках этой программы. Это мошенничества, о которых вы часто говорили на встречах ваших с жителями Одинцовского района. Мошенничество в поликлиниках, мошенничество в салонах. Сейчас сезонные, идет продажа овощей, естественно, в ход идет все, к сожалению, у этой категории людей. И я думаю, что вы не откажетесь, придете еще, мы еще вернемся к этой теме, но уже немножко с другой стороны ее осветим. Не откажусь, не откажусь, потому что надо людям объяснять, надо людям рассказывать. И действительно, я думаю, что нашим зрителям будут интересны те примеры, которые происходили именно у нас в районе. Чтобы они были информированы, чтобы они знали о том, что произошло, что, как говорится, осведомлен, значит защищен. Поэтому приду и обязательно расскажу. Спасибо. Спасибо, Ирина Анатольевна. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи была заместитель председателя Совета сторонников партии «Единая Россия» по Московской области, президент благотворительного фонда «Счастье жизни» Ирина Анатольевна Гайворонская. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok